ПЕСНЯ Рассказы о том трагическом времени передаются из поколения в поколение, из уст в уста. В каждой семье имеются свои истории, которые вызывают воспоминания о тех тяжелых днях. Они хранятся в памяти, в письмах и фотографиях военных лет. О Великой Отечественной войне я знал и раньше, но не понимал до конца все ее жестокости и важности. И мне захотелось расспросить у бабушки о моем прадеде, который воевал. От нее я узнал, что Руденко Тимофей Иосифович родился в далеком 1904 году. Жил на Украине в живописном селе Канельская Поповка в Черкасской области. Работал строителем в колхозе «Красная звезда». Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. В 1941 году пришло известие о начале войны. Это был трагический момент для всех семей. Женщины провожали сыновей, мужей, отцов, понимая, что никогда их больше не увидят. И мой прадед тоже был мобилизован на фронт. Тимофей Иосифович был корректировщиком огня в стрелковой дивизии. Он вел разведку за действиями противника. Корректировал огонь в ходе пристрелки. Мой прадед прошел почти всю войну. Последней для него стала битва за Путапешт. Наступательная операция началась 29 октября 1944 года силами 2-го Украинского фронта. Операция оказалась самой кровавой, тяжелой и длительной среди всех операций Советской Армии в Восточной Европе. Немцы оказали упорное сопротивление. В этих боях мой прадед получил смертельное ранение. К сожалению, моему прадеду не довелось увидеть Великой Победы. У него осталась жена Руденко Анастасия Мартыновна с двумя детьми. Они, как никто другой, знали, какой ценой победа досталась нашим солдатам, которые отдали свою жизнь ради мира. Во время Второй мировой войны 217 жителей села принимали участие в борьбе с немецкими захватчиками. Из них 130 солдат полегли смертью храбрых, 150 удостоены орденов и медалей. В родном селе Прадедушки в 1965 году установлен обелиск славы, воинам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. А в 1993 году на его месте открыт мемориал славы, где увековечено имя Руденко Тимофея Иосифовича. Туда приходят жители и гости поселка поклониться памяти тех, кто пожертвовал жизнью ради мира. Война оставила нам память, долгую и глубокую. Память эта бродит между книг на полках в шкафу, кричит на братских могилах, мемориалах и обелисках. Мир защищая, шел вперед солдат. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ